Сейчас мы хотели пригласить на эту сцену тех людей, которые замечают в себе все самое лучшее, что есть в рефлеймах. И позитив, и энергия, и развитие, и динамика, и красота, и гармония. Семья Безвенны! Так, ну, как я понимаю, поняли, что Виктор Безвен – это я. Все поняли, да? Да. На меня внимательно смотрим, слушаем, да? Да. Значит, у меня сегодня, я бы сказал, даже не просто интересная, а уникальная тема. Вот я за 7 лет в рефлейме, я такой темой от вышестоящих никто не слышал. Это мужчина в рефлейме. Сразу хочу объяснить, какой мужчина. Не лидер, как Алексей Хилрук, да? А тот, который пришел туда, ну, не за, а после жены. Чтоб вам помягче было, да? Вот такой темы, наверное, и вы еще не слышали. Нет. Ну, давайте, вот я сейчас буду задавать вопрос, а вы мне ответьте, пожалуйста. Я посмотрю, что у нас получится. Я обращаюсь только к менеджерам, к директорам. Я то же самое спрошу, но немножко позже. Менеджеры, поднимите руки, пожалуйста. Супер. Так? В основном женский состав, да? Так, кто замужем? Поднимите руки, пожалуйста. Супер. Чьи мужья вместе с вами работают в компании? На номере. Аааа. Знаешь, я пришел к вам в тему. Классно. Так, теперь вопрос немножко так усложним. Чьи у кого мужья помогают? Ну, заказчики там носят туда-сюда. О, уже хорошо. Ну, очень резко. Супер. Значит, я еще более в тему пришел. Ну, а у кого так это, ну, смотрят не очень? Одобрите. Ага. Понятно. Ну, я ж мягко говорю, правильно? А, директора. Так, у кого мужья с вами на одном номере? Или, может быть, в первой линии? Ага. Супер. Хорошо. А есть директора у нас, у которых мужья так тоже иногда заказчики носят? Ага. Супер. Ну, а у кого так это не очень распложно смотрят на вашу деятельность, невзирая на то, что вы получаете, уже достаточно хорошие деньги. Тоже есть, да? Супер. Так, ну, что я хочу сказать на этом деле. Значит, вот, понимаете, в чем дело? Чтобы пришел мужчина за вами, да, ваш муж в компанию, да, и помог вам в этом деле. Я вам сейчас, вот я вот нарисую эту форму и расскажу, как этого... Я не буду вам советовать, я расскажу, как добились этого мы. Витя, выдвини на серединку, а то нам нужно... Ну, вот так, да. Значит, вот вы знаете, да? Викола Велесен любит у нас такие программки. И он обычно говорит, что вы не один, да? Так вот, я вам сейчас докажу, что это равняется не один плюс один и даже не два, а одиннадцать. Ну, для этого я немножко расскажу историю свою. Вот я вообще-то, говоря, по натуре такой скромный, тихий мальчик Росвита, да? Занимался спортом, мастер спорта по велосипеду. Ну, это примерно как у нас в Арифлейм директор, да? То есть, какие-то лидерские качества же такие есть. Чтобы стать мастером спорта в спорте, это кто занимался, знает, что это нелегко. Ну, потом армия 25 лет из меня выбивала энтузиазизм и самостоятельность. Но, тем не менее, когда пришло время идти на пенсию, это было давно, это был 92-й год, тогда у меня было еще не 46 плюс, как сейчас, а 45 лет. Все у нас все. То я, конечно, ну, куда же деваться, вы знаете, пошел на пенсию, никому ты, кроме себя, самого любимого не нужен. Вот, семью надо кормить, содержать. Вот, времена пошли у нас лихие, как вы знаете, те, сами пережили. Ну, освоил я очень много чего. Я и даже бензовоз такой здоровенный водил. Вот, и шефов возил всевозможных, и на СТО работал. Ну, если перечислять, наверное, пальцев не хватит, чем я занимался и как я работал. Ну, а уже где-то вот в 2001 году в нашу жизнь пришел рефлей. Ну, пришел сначала к блюдочке, постучался. Вот, ну, и когда она уже начала так это активно работать, то чем она меня привлекла? Она мне не говорила, что, видите, вот, давай, компания классная, давай, давай, там деньги можно заработать, ничего подобного. Она меня заинтересовала, и даже заинтриговала. Вот, что я не получил, я скажу. Значит, стала нам книжечки почитывать, стала, значит, показывать свои результаты, вот, и даже просить о том, чтобы я ей помогал. Ну, кто ж откажется, да? Жене помочь. Вот, так постепенно я, значит, вот, прихожу с работы. Она мне раз книжечку почитала, сама читала, не заставляла, чтобы я читала. Ну, а потом, когда я сам начал читать, стало интересно, стало очень интересно. Вот, и вот постепенно я подключился, и вот сейчас, например, на мне вся техническая сторона нашего бизнеса. Вот, у нас дело общее. Мы делаем одно дело, зарабатываем одни деньги, каждый делая то, что он делает лучше. Вот, Людмила, она у нас замечательный мотиватор. Вот, и для того, чтобы ей была возможность и больше времени заниматься этим конкретным делом, да? Вот, на мне все остальное. Я имею в виду, что материальное обеспечение, автомобиль наш, который, значит, нам помогает ездить по регионам. Вот, организация классов, там, значит, наших семинаров и так далее. Вот, плюс финансовая сторона, то есть налоговая на мне, инспектор меня очень любит. Поэтому, вот, понимаете, вот когда, вот, вы заинтересуете своего мужа, но ненавязчивого, понимаете, вы должны быть мудрыми. Вот есть такая пословица. А муж, вообще-то, голова, да? Он так читает, правильно читает. А жена — это шея. Так вот, вы знаете, шея должна быть настолько мудрой, чтобы голова всегда думала, что это она сама смотрит в нужную сторону. Поэтому, я считаю, это правильно. И еще одна проблемка, вот, с мужьями, которые не хотят идти, ну, работать в Арифлэн. Не к вам, а именно работать в Арифлэн. Потому что я считаю, что это очень классная работа, это замечательная работа. И у кого, значит, семейный бизнес, это просто супер. Вот. И я, например, считаю, что я по праву являюсь сапфиром директора. Пока сапфиром. Да, компания Арифлэн. Потому что мы делаем все вместе. На любые семинары, вот с самого начала, мы всегда вдвоем. На теплоходе были вместе? Были. Видели? На всех наших мероприятиях мы всегда вместе. Поэтому вот у нас и получается так, что один плюс один не два, а одиннадцать. Вот. Ну, в чем еще проблема наших мужчин? Ну, в том, что, видимо, они считают, что они придут в компанию и будут работать под женой. Ну, не всем это нравится. Я понимаю. Ну, если шея у нас мудрая, да? То она сделает так, что муж поверит, что здесь нужно заработать деньги. И причем деньги большие. Вы, наверное, знаете, да? Сколько зарабатывают вариантовые директора, вот исполнительные и так далее. Ну, даже мы тоже неплохо зарабатываем. Поэтому проявите мудрость. Ну, как у кого получится? Я не могу вам советовать, что ли. Потому что в каждой семье у вас свои отношения. Ну, результат будет у вас налицо. Я вот знаю, у нас много пар таких, да? И они очень успешные. Вот. Это и Алексей Севрук, значит, и Билановы. Вот. И много-много-много. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что или один работает, но он один. Или вдвоем, но это уже одиннадцать. Поэтому желаю вам, чтобы ваши мужья были вместе с вами. Как это у нас вообще-то получается, сейчас вам расскажет очень харизматический лидер наш, супер-мотиватор Людмила Безмила. Добрый день. Самые лучшие, самые красивые, самые успешные лидеры компании «Ойплей». Старо-мотиватором, замечательной, быстро растущей команды Алексея Севрука. И, конечно, я горжусь этим, что я в этой команде. И так же, я думаю, и вы, каждый. И, вы знаете, вот ехали мы сегодня с большим желанием, я со своими лидерами. Тоже я их очень ценю, уважаю и люблю. Мы ехали на машине по этой дороге от Киева и Кринучук. Это было сказочное путешествие. Все такое белое, поля, заснеженные, такие пушистые деревья и восход солнца. Это было солнце, то красное, то оранжевое, то какое-то белоснежное. Но наполняло моей мысли и мою душу таким особенным чувством, что по этой дороге ездит Алексей, что мы едем с замечательным лидером Кринучук. Это приветливые люди, гостеприимные. Это чувствовалось даже уже и вчера, когда заботились о нас, как мы будем, чем мы ехать, сколько нас. Это очень трогательно и приятно, и мы это все принимаем во внимание, потому что у нас тоже есть люди в регионах у меня в глубине. Вот, и я благодарной Наташе много интересного. Вот сейчас мы обедали и обменивались мнением, и мои девочки, которые приехали из Новокрада, очень успешная Наташа Медведева, и из Киева, Светочка Литвин, и Раечка, и Олечка. И мы сидели, говорим, как здорово. Какие молодцы, что мы здесь находимся. Конечно, мы донесем эту информацию своим командам, но это, я считаю, что это счастье, да? Это я так считаю, и я знаю, что если я это так считаю, то я это все донесу, и мои люди, и моих людей будет в следующий раз очень много. Главное мне побывать, увидеть, и вот это все услышать, тогда все. Вы знаете, я сама, сама, да? Тоже лидер, как, в каком плане? С детства, да? Я росла в большой семье, на шестеро было, я была старшая. Потом семья, у нас трое детей, опять мама должна все это организовать. И вот так вот получилось, да, что по жизни мы бегом-бегом-бегом. Жизнь, то учеба, то учеба, да, слышно? Не слышно, да. То учеба, то работа, да, то детей выращиваем. И вот добежали до какого-то, вот я добежала три года до пенсии. Когда до этого жили и работали, вроде бы как-то, да, были сложности, все, но у меня был рядом муж, надежный, замечательный человек, он мог все своими руками, он был рядом, он никогда не подводил. Все хорошо. Но вот тут что-то такие стали меня мысли посещать, мою голову, днем и ночью. Потому что оставалось три года до пенсии, я видела пенсионеров, а я сама фармацевт в аптеке, я видела этих стариков, болячки. Потом возле дома они сидят на скамейке правительства, о чем они говорят, о правительстве, о маленькой пенсии, о болячках. Думаю, боже, неужели это со мной такое будет? Неужели это уже конец жизни? Потому что это уже вот туда, это уже по наклону, вот тут я стою, а дальше пенсия, все. Вот это состояние меня пугало. Думаю, боже мой, спать ложусь, неужели, неужели? А мы с Витей нигде не путешествовали. У нас большая семья, мы все делали сами. И не было такой возможности. Мы только на дачу ездили. И думаю, боже, Витя на старенькой машине. И неужели вот так? Это моя единственная жизнь, моя, которая вот сколько там, столько или столько, и как? И вот это вот состояние у меня очень, очень было тревожное. Я вставала утром и молила Бога, говорю, Господи, куда податься? Денег нет, конечно, какое-то дело открыть. Мне дети, мама, открой там этот магазин, кафе, береши будешь, там или на даче кроликов выращивать. Все подсказывали. Это не для меня, что-то хотелось особое, интересное и яркое жизнь. Мне с головой уже не хотелось, потому что всю жизнь, конечно, у нас была жизнь такая интересная, но трудились, можно сказать, без отдыха. Это так было. И вот, когда хочешь, обязательно появляется возможность. И меня человек, вот мне дал информацию о Бори Флейн, это сотрудница моя, она привезла меня на ферму и познакомилась с Танечкой Ивановой. И отдала меня в руки Тане, за что я очень благодарна. Я Танечку настолько благодарю, что она меня с первых дней научила правильным действием. Она спросила меня, что мне нужно, мне, конечно, нужны были деньги. Она узнала о моей мечте, я хотела путешествовать. Конечно, я хотела, чтобы Витя на новой машине ездил. И Витя тоже мечтал об этом. Он мечтал по Украине поездить. А тут представляется возможность по всему свету. Конечно, вначале я была шокирована. Как-то даже думаю, неужели такое может быть? Неужели я так сильно просила, что мне Бог дал такую возможность, компанию Ари Флейн, где все мечты сбываются? Это у меня вот так сердце тревожно билось, когда я приехала в наш сервисный центр. Вот как сегодня я ехала сюда, я знала, что-то я услышу такое особенное. Знаете, это было у нас, вот мы ехали в машине, говорим, какое-то особенное чувство. Мы пели песни, мы пели, нам было очень хорошо. И мы понимали, что здесь ждут нас вот такие лидеры. Я вам желаю огромных успехов и желаю, чтобы вот такой настрой был, да? Готовность к действию. Вот когда я пришла в Ари Флейн, и когда мне Татьяна давала информацию, она меня сразу поставила в жесткие рамки. Она говорит, Людмила, я поняла, что ты хочешь успех, ты хочешь доход иметь хороший. Для этого что тебе надо? Знаешь, что тебе надо? Обязательно посвящать мероприятие от компании. Во что бы то ни стало, я на тот момент работала, мне три года оставалось до пенсии. Вот, твоя задача быть там и быть на наших школах, которые проводит Таня, которые там Инна Багушевская, Валечка Крепкина на тот момент. Вот, значит, там тебе быть, делать 200 баллов, она мне сказала. Боже, я еще не знала, еще каталог не умела листать, еще такой балл, и, конечно, меня научили. Мне было важно найти то место, где честно, где порядочно, а то, что зависит от меня, я все сделаю. Это действительно так, что меня не обманули, а все, девочки, и присутствующие здесь. У вас тоже такое, ну, как бы, решение было. Вам найти такую возможность, где вас не обманут, а вы сделаете все, что от вас зависит. Вот это я приняла решение, что да, если здесь так, то я сделаю все. И, конечно, я была... Танечка, Танечка, встаньте, пожалуйста. Вы заслуживаете аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, стою я здесь. Это очень важно, да. Я была у нее послушной, послушным лидером, да, Танечка? Что бы она ни говорила, вот, у меня смена на работе, я не могу, лидерская встреча 12, а я на смене до двух, до трех. Она мне звонит, говорит, твоя задача там быть, не важно, как хочешь, сделай так, чтобы ты была. И я делала так, что я там была. Я говорила заведующему своему, что я должна там быть. Ну, как же так? Я говорю, вы мне тысячу не заплатите долларов, а там, я знаю, буду зарабатывать. Я должна быть там. И я менялась сменами, даже платила, кто вместо меня был, просила своих девчонок, отдавала за этот день, да. Все, все, что в моих силах было, ну, я не пропустила. Я семь лет в Арифлеем, ни одной лидерской встречи, ни одного семинара, за что я, опять же, благодарю Танечку. У нас, когда я заболела, у меня была температура, Таня проводит школу на следующий день. Она сказала, так, 12 часов школы, ты со своими лидерами должна быть. Я говорю, я болею, Таня, Орла болеет. Ну, это было все поначалу. Потом, конечно, меня уже несло, мне не надо было этого говорить. Она сказала, я не знаю, ты должна здесь быть. Я приехала больная, с температурой, с девочками, Витя меня не пускал. Куда все делось? Болячек не стал. Я пришла в 5 часов домой полностью здоровым человеком, правда? До этого я пила антибиотики, не могла в горло, приехала вообще, хоть песни пой. Я поняла, что там, понимаете, это спасение, как бы, Арифлеем делает чудеса, и болезни уходят в никуда. Да, я сейчас уже 4 года в апреле буду на пенсии, как бы, да, пенсионер. Да, но я себя чувствую в Арифлеем очень молодой. Да, душа у меня и тогда была молодая, она не согласна была туда идти, стареть, да. Но, когда я нашла возможность, вот, компания Арифлеем, то я вообще, я, вы знаете, вот Витя знает, я читала книги перед сном, да, Витя спать ложился, он уставал, он пахал, можно сказать. А я ему читала, уставшему читаю, утром просыпаюсь, я ему тоже читаю 20 минут, и все, вы видите, какие мысли, видите, оказывается, можно как жить. Посмотри, какой план успеха, боже мой, да мы... И когда мне сказали, я не знала, что делать, да, вначале, мне сказали, приглашай больше людей, приглашай, показывай каталогии, и все, из-за этого я буду получать такие огромные деньги, да, меня понесло. Боже мой, у меня было 130 человек в первой линии, я бежала, всем говорила. Я в районе, в этом аптека, и все, кто меня видел, у меня у меня глаза горящие, волосы дыбом, искры из глаз. Я такая счастливая девочка, не знала каждого, говорю, слушайте, такая возможность. Они говорят, Люда, что с тобой, уже поздно, говорю, да вы что, там такие люди успешные. Я с самого начала поверила, потому что я когда была в Арифлейнот, переезжала, и каждый день, девочки, я заправила, взяла, вот я до беда, допустим, до трех часов работаю, дом, 10 минут от аптеки. Я бежала на ферму, у меня ехать туда, часть 10. Я на крыльях неслась туда, я смотрела на людей, боже, корзиночки собирают, все, жить скипи. Мне надо так, там подписывают, что я делаю. Я бегом, вечером по соседям, по домам. У меня в нашем, я на Виноградове живу, в Киеве, и у нас дома, вот эти 16-этажные, у нас в одном доме два директора моих, наших, даже три, извините, три директора, Олечка там жила. Рядом дом Танечка Мышко, через дорогу Ирочка Саяпина, Анечка, вот новый, шестой, в пятом доме рядышком. Короче, все рядом, все свое родное, они меня все знают и меня несет, понимаете? И я думаю, ну, почему в регион? Потому что мои саммиты в Киеве сколько? Ну, уже 25 лет, да? Ну, это моя работа и все мои, как бы, знакомые. Меня всегда удивляет, когда говорят, нет людей. Ну, нет людей, значит, я приглашу чужого человека, я еду в транспорте, я тоже могу подойти и обменяться визиточкой. Самое главное, что я хочу, у меня мечта моя возродилась, что я буду путешествовать, что я буду, я буду тоже номер один у своего спонсора, как Алексей сказал, да? И я захотела. Я выполняла все Танины задачи, задания и цели. Мы планировали, и я когда спросила, а когда я буду получать деньги, вот наличка, мне нужны деньги, ну, когда ты станешь директором, а когда можно стать директором? Я не понимала еще тогда, еще только план начала читать. Завод можно, мне говорят, можно сделать завод. Мне сказали завод, значит, я сделаю завод. Если бы мне сказали за полгода, я бы его сделала за полгода. Если бы мне сказали за три месяца, я бы сделала за три месяца. Вот как мне сказали бы, потому что я ничего не знала. Я пришла и вообще ничего не знала. 200 баллов я их делаю. Я делаю 200 баллов, у меня нет денег тоже. У нас семья большая, надо за квартиру. Я беру деньги на питание. Так, мне нужно 50 баллов до 200. Я покупаю тушь и бегу, пока я дохожу до дома, я продаю этих пять тушей, покупаю масло, говорю, девочки, у меня тушь, покупаю хлеб, говорю, у меня такая тушь, рассказываю об этой туши, и у меня ее покупают. А Витя говорит, что ты такой на час задержалась где-то, хлеб, он принесла бы позже, они голодные. Витя такая, ес, 200 баллов, все продала, такой тяжелый. Успех из маленьких вот таких вот успехов был, понимаете? Я поднимала себе планочку, и я верила в то, что компания, да, я вышла на 3%, мне 15 гривен. Это для меня были первые деньги, это для меня была такая радость, я просто поняла, что компания что обещает, то и дает. Это была вера в компанию, понимаете как? А потом я когда ходила на семинары, я видела сколько успешных людей, я видела, какие же люди, но глаза ваят, они так выступают, у них такая энергия. Я думаю, я пыталась выступать, думаю, неужели мне туда, я буду все делать только не там, потому что, вот как Наташа, она любит, да, выступать. А я вообще, девочки, росла, говорю, в большой семье шестеро детей, но я заводила летом. Я, ну, мое детство прошло в Казахстане, папа военный. Жалище 40 градусов, чем-то надо заниматься. Мама учительница, она ходит в школу, мама у меня не родная, я 6 лет осталась без мамы, и нас четверо детей без мамы, и вот она пошла на нас, и вот я старшая, да. И заводила, и все на улице дети, я придумывала разные игры, соревнования, мы целый день так, так интересно проводили время. Вот я была, вот это мое, вот как Наташа говорит, а мое это организовать. Если нужно приехать много людей, и я увидела, что там хорошо, главное, если я увидела, что там хорошо, вся моя команда приедет туда, и вся моя команда на лидерские по 100 человек, и также на семинары. И вот, вот это вот, знаете, организованность, потому что я им, что говорю я им, я их не уговариваю, я им говорю, ты хочешь быть успешной, ты хочешь, Раечка, нарисуешь, может быть, давай, Раечка, золотце мое. Так, я им, просто я даю им выбор. Вот я спрашиваю девочки, да, или кого-то конкретно, кто-то начинает говорить, ой, я не могу, оправдания всякие, но они, видите, они не меня обманывают, они себя обманывают. Ну и когда начинаю вот так спрашивать, ты хочешь быть директором, допустим, значит твоя задача там быть, как и мне сказали, видите, тублицирование, значит твоя задача там быть. Перед тобой ты принимаешь решение, если ты принес это решение, у тебя будет успех вперед на полгода, если ты не пойдешь, ты тоже приняла решение, ты назад за полгода себя отодвинешь, все, думай, ночь впереди, завтра принимай решение. И все, это твоя жизнь одна, как я говорю, и как ты будешь жить, проживешь, тоже зависит только от тебя. И вообще кризис, и вот успех, он все у нас здесь в голове, все начинается с нас. Если я пришла в Айфлейм готовая к переменам, я пришла в Айфлейм готовой, потому что мне мысли не давали мне спать, я была готова. И когда мне говорили, надо делать то, я уже была готова. Конечно, я тогда строила команду, я строила команду, но не выращивала лидеров. Я не знала, что надо лидеров выращивать. Я приглашала, приглашала, кто-то выходил на 3, кто-то на 6, кто-то на 9. Как-то само по себе. Я так делаю, говорю, и вы так делаете. Но я, может быть, больше могла пригласить, а кто-то меньше. И вот они вот так. Конечно, я вышла за год на директора, а потом 3 года я была на уровне директора. Потом я стала понимать, когда я услышала, вот Дима Рубан приехал к Севруку на семинар, как он за 2 месяца или за 1,5 месяца была акция, что, да, такая сильная акция, он пригласил в свою команду 1070 человек. Думаю, вот это да, а почему не мы так сделаем? Почему? Запросто можно. Конечно, нужно все просчитывать. Конечно, надо планировать, без этого никуда. Учиться, потому что я была ноль в этом деле, совершенно. Я всегда слушала, я впитываю каждое слово. А здесь сижу, я каждое слово впитываю, благодарю тех людей, которые все это организовали. Это труд, это не просто так. И они это уже делают, у них результат. И, конечно, если мы вот внимательно послушаем, и в душе вот туда пропитаемся этим, да, у нас будет тоже результат. Почему? Потому что я думала о себе, как мне на директора выйти. Да, и хотела, чтобы мои девочки вышли, но мы не планировали, как у них этот успех. Правильно, Олечка? Вот, Оля? Мы просто делали, и Олечка приглашала. Как получится, даст Бог, так и будет. Потом мы поняли, вот когда мы это все поняли, когда мы начали проводить эти встречи свои, мы тоже снимаем класс в школе, это постоянно, по средам. У нас, правда, в неделю один раз. Сначала мы только подведение итогов делали. Тогда результат был тоже не такой. Был результат, но поощрение, подведение итогов, когда мы встали по средам, постоянно, особенно мы все это лето, у нас два человека вышли на 21%. Те люди, которые приходят постоянно, мы им тоже об этом говорим. Вы можете ходить, и вы можете не ходить. Никого мы не уговариваем. Это ваша жизнь, это ваш выбор, это ваше принятие решений. Хотите вы изменить, хотите путешествовать. Вот, приходите, разве тяжело это сделать? Я говорю, встать, ничего не надо платить, встать, прийти, послушать, да? Послушать. А потом мозги там начинают уже работать, мысли. И все. Ты будешь это делать, значит, у тебя будет результат. Нет? Значит, от случая к случаю это тоже твой выбор. И вот когда мы стали систематически это делать, у нас действительно пошел результат. И вот сейчас такая акция. Успех — это надо успеть. И если мы в эту акцию успеем, и как мы всегда говорим, я вот именно как Дима Рубан, он как говорил. Вот новички. Вот пришел новичок, прелесть девушка. Супер. И, конечно, я буду ей говорить, узнаю сначала ее потребности. Зачем она пришла в Арифлейн? Я спрошу. Зачем? Зачем? Она мне скажет. Без него вообще не схода. Так? Да. Я не могу положить. Так, слышно? Зачем? Она мне расскажет. Ей нужны деньги. Или просто покупать для себя. Она может вначале покупать для себя, как я пришла вначале покупать для себя. Ну вот такая я пришла для себя. А потом, когда я узнала об этих возможностях, думаю, боже, я ж этого хотела. Вот я могу себя проявить. Вот только давай, да? И спорю с такими мыслями. И записываю список знакомых. Не надо меня заставлять. Не надо мне просить, что ты там. Это я поняла, что я взяла ответственность за свою жизнь, за вот этот отрезок своей жизни. Как у меня дело пойдет? Я могу сидеть, ничего не будет. А могу активно. Я ложусь спать так. То. Записываю. У меня листочки были вот эти ватнонские. Вот так, возле моей кровати. Не видя, ты будешь убирать, здесь ничего не трогать. Это мои помидоры созревают. Тот говорит, завтра, тот через месяц. Таня, Ваня, я не смотрю на него и мысли пускаю на эти листочки. Они у меня созревают. И с телефонами. И звоню тут же. Перед глазами. Это моя команда. Это моя команда растет. Понимаете? Я себе видение, картинку. Я представила, как я буду директором. Как мы пойдем на банкет. Когда мы пришли на первый банкет. И ты мне так был благодарен. Он мне говорит, Людочка, как я тебе благодарен. Что мы вот столько прожили. Вот. Мы уже прожили. Вот на следующий год будет 40 лет мы вместе. Вот так. Попав на этот банкет, он был счастлив. Конечно, и я. Это было так впечатляюще. И поэтому я новичкам то же самое говорю. Ты хочешь... Новичок пришел. Сейчас мы завесим. Вот новичок. Так? Новичок. И мы ему показываем путь. Вот я новичок. А вот тут 21% это уровень директора. И рисуем картинку. Что это такое? Что это значит? Здесь заход какой-то. Здесь премия. Здесь банкет. Здесь другое состояние души. Ты себя будешь уважать. Вот этот путь нужно пройти. Как его нужно пройти? Ты новичок. Зачем ты пришел в Арифлейн? Делать успех? Рядом буду я с тобой. Но этот путь, он будет тоже непростым. Тут будет тоже разные и проблемки какие-то. И кто-то будет влиять на этого человека. Да. Будет все. Какие-то обстоятельства складываться. Потому что туда тебя не пустить. Тебя туда не хотят пустить. А наша задача, мы же тобой вдвоем туда пройдем. Мы все эти препятствия преодолеем. Потому что буду и я рядом. И меня, когда я пришла в Арифлейн, только, знаете, я восхищалась тем, что рядом будет со мной спонсор. Человек, который заинтересован в моем успехе. Я отработала в аптеке почти без трех месяцев 40 лет. 40 лет. Никого рядом не было. Все только знаете как? Работаешь в Арифлейн, да и знаку вывернись. Тебе вот такую зарплату и все. А здесь, если я буду стараться, если я буду делать, проявлять инициативу и посещать, мой такой будет расти. Как здорово. Да еще рядом человек, который мне поможет. Боже, это чудеса, думаю, это вообще фантастика. Я об этом только даже мечтать даже не могла. И думаю, куда же я попала в удивительный мир. Меня очень трогательно относилась к чему? К этому успеху. Я наполнялась там именно, даже в сервисном центре. Я смотрела на наших успешных лидеров, думаю, боже мой, они для меня такие герои сначала были. Потом смотрю, сам Алексей идет в очередь, встает, там что-то берет. Боже мой, сам. Для меня это вообще какой-то сказочный герой. Девочки, я смотрю, я такой человек, я вот такой человек. Я смотрю, думаю, боже мой, как здорово. И они среди нас, вот они, на сцене видят, и тут они рядом. Все, классно. Они не сознаются, они такие успешные. Они говорят, да, вот они вот здесь с нами, они могут пожать руку. Как здорово, да? Вот, все это меня наполняло верой, вот таким вот каким-то чувством особенным. И вот этот путь, значит, можно пройти. Опять же, я говорила с новичками, у меня девочки, лидеры, очень успешные у меня девочки, я горжусь ими. Значит, этот путь можно пройти за год, можно за полугода, а можно и за 4 месяца. У нас тут это уже делают у нас. Так, как ты хочешь? Спрашивают. Ну, насколько вам быстрее нужны деньги? Вот это признание. Вот, а можно этот путь еще, мы уже по-другому, мы уже качественнее работаем. Что этот путь можно пройти просто, как я на директора, бежала, приглашала, ничего. Все, много людей, все хорошо. А можно уже выращивать лидеров по пути, то же самое видеть тех людей, которые повторяют твои действия. Так ты сюда придешь не просто директором, а золотые. А если появится еще 4, уже можно за одно и то же время, а вот так сейчас будем все делать, за одно и то же время, за год-два-три звания, о чем говорила Наташа. Можно это делать, это все реально, нужно просчитать, что тебе нужно, какой доход, да? И как ты, хочешь ты путешествовать? Когда я была на первом банкете, я сидела с Виктором, и были наши лидеры, вышестоящие. Потом я себе поставила цель, что на следующий год у нас будет полный стол моих директоров на банкете. И так это было. Все это произошло. Потом на следующий год, я сказала, будет, что ты не стала. Теперь моя задача, мы вот в том году уже с Раечкой летели на золотую конференцию, в этом году у нас будет больше, а на следующий год уже и Наташа полетит. А на следующий год полетит. Вот я говорю, и Наташа, и Наташа Рыжова у нас полетит, и Олечка Коваленко. У нас уже будет человек 6, да? А на следующий год у нас будет целый бой. Я сказала, нас будет так много, потому что качество уже идет. За одно и то же время нас будет больше выходить. Уже девочки научились, мы уже поняли. Уже у Олечки, у Олечка в этом году сапфира закреплена. У нее уже 4, вот 2, она уже открыла золото, закрывает. И у нее еще 2 подрастающие команды такие на 15%. И еще 2 там уже. Пожалуйста. И Тамара наша Морозова. У нее уже 6 команд идет. Наташа, помните, вы с ней работали? У которой ничего было. Помните? Так у нее уже 6 команд, 6 лидеров уже. И она в этом году будет бриллиантом закрывать. Аптивистность. Да, да, да. Вы знаете, она сильно захотела. Это все вам спасибо большое. Потому что я говорила ей, потом вы ей еще сказали. Потом она еще пошла к Камам. Они ей сказали, как вам успеха читали? Она не читала. Она его сейчас изучает, конспектирует. И придет 14 числа в Канечке и сказала, мне нужно это все рассказать. Я должна, я дала вот как бы обещание, что я его прочитаю. И она говорит, как здорово. Ну, Билла, вы же про это все говорили об этом. И на сцене тоже, как в плане успеха. Я говорю, слава богу, открыла глаза. 22-й раз. 22-й раз я прослушала от нас. Потом слышала от Леши. Ну, она, я теперь поняла, у меня будет успех не постепенно, золото. У меня будет сразу бриллиант. Я говорю, вот молодец. Действительно, у нее уже лидер. Она тоже по-другому. Самостоятельно школы проводит. Вот кто взял на себя ответственность, процесс этот пошел. Что еще хочу сказать? Очень важно новичкам тут, Олечке. Я хочу сказать за Олену Наташу. Мы проводили вот этот раз школу подведения итогов. Ну, такая праздничная, новогодняя. И там у Олечки в команде такая вот деловая, красивая. Она фарикмахер, вся из себя, ухоженная. И вот она все знает, все знает, все молодец. Она книги читает. Пришла бы говорить, плей. О, тут надо так, так, все. И на одной школе она так, так, да, ушла. На следующую школу, молодец, она пришла. Мы взяли, и она тогда говорила, ой, тут надо так было сделать, тут надо так сделать. Потом она приходит на встречу, вот это подведение итогов. Мы ее назначаем ведущей. Вот прямо неожиданно, потому что, если бы мы ей дали задание, она бы не пришла. Она ей вот так, раз, она пришла, мы говорим, вот Наташа, ты будешь ведущей. Как ей это понравилось. Она начала все говорить, я почувствовала такую энергетику. Мне так захотелось, я не везде, я мол, это могу. Меня прости, не прости, я еще не буду. Значит, не захочу. А тут она так распрелась. Боже мой, как ей понравилась ответственность. Она проверила, она хорошо, нам понравилась. Я говорю, Наташа, ты молодец. Она говорит, ой, как мне понравилось. Она, да, уже так быстро. Она говорит, подожди, девочка, боже, как я. Вот, и я к чему веду, что надо давать какую-то заданную. И они чувствуют свою важность. И тогда вот у нее она уже хочет команду устроить. Опять же девочка, молодая мама сидела, она в этой школе видела этот весь процесс. Девочки выходили на сцену утрачка. Я хочу, если вы мне еще дадите 5 минут, я хочу показать своим лидерам, вам это будет важно. И вот выходит, а, это Наташа. Она услышала, как девочки, увидела, как девочки выходят, как команды строят. И она говорит, а, я тоже могу. У меня там знакомый там, в том городе, в том городе. А вы поедете, и мы съездили. Он, Олечка, всю дорогу песни пела, да? Мы вчера ездили в Зенегородку. Мы вчера ездили в Зенегородку. Не вчера. Не вчера, да? А вчера пела. И там действительно, там, 4 человека, там, у нее 8 человек получилось. Уже команда. И она говорит, боже, как здорово. Как? Вот только приехали, вот они люди увлеченные, и тем уже задания дали. А у меня еще и там. Так она говорит, что она говорит? Новичок. Теперь я вам жить спокойно не дам. Я сама, у меня двое детей. У меня двое детей, мужа нет. Так? Так, все, мы поедем в Чернигах, мы поедем туда. Вы поедете, все, я вам теперь жить не дам спокойно. Это уже офигенно. Правильно? Все, с него будет толк. И надо, вот что важно, чтобы она не перегорела, и нужно ей помочь. И мы, как Наташа говорит, мы не только вот до 12, и мы на 21, и мы закрываем директоров, и мы укрепляем группы, и у нас до 8-го, 8-го там, до поколения, там, мы все вместе, и школы мы проводим все вместе дружно. И на школах, когда мы проводим, начало в 12, допустим, выходной день, а уже 8 часов и уходить не хотят. Все делятся впечатлением, потом звонят, Людмила, я хочу работать. Негативные приходят на школу, которые вообще не верят. А были, Боже мой, а может быть им не взяться? Смотрите, как у вас идет. А у нас действительно рост идет. Вот вчера у нас на семинаре из Новограда приехала Наташа. Представьте, Наташечка, давайте поприветствуем Наталью Медведеву. Благодарю. Наташенька, наверное, за сколько за год не вышла в Новограде? Сколько? А сейчас? А что за город, скажите? А что за город? А что за город? Нет. Маленький? Да, да, ну что? У Наташи, вы свой пиел. Бизнес, девочки. У нее свой бизнес, магазин. Наташа не верила в Раечку. Вы не пидитесь. Раечка, поднимите. Смотрите. Раечка сказала, надо. Наташа ответила, есть. Мы ехали в Новограде, сейчас семь директоров, два золота закрывают. Вы понимаете как? Два с половиной года. Это моя семья. Вот у них два золота закрывают. Я знала, что ей надо. Девочки, не прошли. Да, получите шуми. Аплодисменты. Аплодисменты. Новичку. Хотела сказать, что мы говорим новичку. Вот новичок, да? Он может сделать первый шаг 75 баллов, да? 75 баллов, это хорошо, да? А может сделать 100 баллов. Это бизнес-класс мы ему говорим. А 150, это уже первые деньги. Это первая ступенечка. Бодишь на первую ступенечку? 3%. 15 ливен, ну а это особый 15 ливен. Если ты уже достигла вот этих 15 ливен, ощутила их, скидка объемная, поверила в это, они тебе принесут 15 тысяч ливен. Поверь в это, что компания выполняет свои обещания. Обещание, подождите. А если подождите, ну это так показывает. Это можно за один каталог сделать. А можно выйти на 6 или на 9. Как ты хочешь. Если ты хочешь за 4 месяца. Когда так, Еллочка сказала, я сделала, допустила ошибку, можно было за 3 каталога. 21. А мы прозевали первый каталог. Да. Мы прозевали первый каталог. Немножко, да. Можно за 3. Можно, все реально. Почему Наташа говорит, президента можно? Правильно. Она все присчитала, она умный человек, все просчитывает, понимаете, а ей можно доверять. Потому что она каждому, нам, присутствующим, желает успеха, понимаете как? Поэтому, если мы будем прислушиваться, у нас все получится. Да, девочки, можно сделать просто 75 баллов или 50, а можно сделать и 9. Что мы говорим новичку? Вот новичок, ты хочешь успех. Ты можешь пригласить 5 человек. Ты можешь по отдельности, по одному, потому что сложно бывает. Можно 5 собрать, у нас среду школа, на нашу школу 5 человек. Если ты их приведешь, ты быстро будешь сюда, да, 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 да. 5 человек, чтобы получить такой результат, всего лишь подумать, 5 человек. Это может и сестра, это может и незнакомый человек, какая разница, но 5 человек, да. И тогда эти 5, мы тоже так же говорим, узнаем, что они хотят. Конечно, не все 5 могут привезти, но если вот так в идеале 5 привели, а 5 по 5 25, а те 25 еще по 5, то получится 125. Потому что, когда мы говорим, новичок спрашивает, а что надо сделать, чтобы сюда прийти? Сколько это надо людей? Ну, это 100, 150, допустим, человек. У-у-у! Как Алексей говорит, тысячу, но у нас в Киеве, у нас так в Киеве. У-у, так где же их, мы, тут весь полный орифлейгрон. А 5 можешь привезти? Опять, это уже другое дело. А те 5 найдут по 5? Найдут. А те еще 25 найдут по 5? Да, 125 человек. Если по 100 баллов, это сколько будет? 15 тысяч баллов. Ну, конечно, не все сделают. Ну, конечно, не все пригласят. Ну, даже будет, да, вы знаете, 125, убираем 25, убираем еще 20. На 7 тысяч. 55 убираем. 7 тысяч можно, правильно? Делай, только делай. Это надо каждый день. Одно каждое. Ну, что же я только разошлась. Я еще разошлась. Для меня это мало. Для меня уже это мало. Прочее, мне уже нечего сказать. Ну, конечно, в твой семена, вот у всех, и там, да. Я еще хотела светочку, подождите. Вам не получили смешный человек, это светочка. Это раим диктором. За полгода, по-другому, 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 по-другому. За полгода. За 4, за 5? За 5. За 5. Да, и есть желающие сделать за 3. Причем они не просто так, у них же лидеры растут. Светочка уже будет золото открывать. Все делаем качественно. Это не просто так. И все дело в том, что у них система. Эта система вот началась с... Да? 2,5 года вот мы правильно открыли, да? И вот пошло. За 2,5 года. Хорошо. Два. А Наташа Медведева. Два открыли золота. Наташа Медведева. Дайте ей 2 слова. Как она там? 2 слова. И Светочка. Света захотела, она поняла. И Света сделала. Да. Все. Одно есть. Делайте. Ну, а это мне потом. Потому что ладно. Это наш успех. Наташа. Новократ. Ну, я что хочу сказать. Каждый знает, что у него самые замечательные спонсоры. Я знаю, что у нас самые замечательные спонсоры. Видишь, что это там? Я еще не пошла. Свети, свети, свети. Действительно, самые замечательные спонсоры. Правда, она сестра, по-первых. Она действительно сказала, тебе это надо. Да, тут такие отличаются. Да. Все.